Позвольте мне приветствовать всех, кто собрался сегодня вместе с нами на презентацию программы международный и корпоративный менеджмент. Тем, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Людмила Станиславовна Ружанская, я руководитель образовательной программы, бакалавриата, и за мной стоит целый коллектив, это команда программы, которая делает ее вместе со мной более интересной, более важной для последующего трудоустройства. Сейчас вот один из представителей команды, команда это узкая часть того большого коллектива, который делает нашу программу. Сейчас вместе со мной здесь Дарья Алексеевна Зубакина, которая является организатором нашей презентации, вы можете писать ей вопросы, она может их озвучить, если вам это сделать неудобно, например, у вас не очень хорошо работает микрофон. Я сразу приношу извинения, качество связи может быть не очень хорошим, это правда, все мы сейчас находимся дома, поэтому интернет не корпоративный, но я надеюсь, что это не помешает нам обсуждать сегодня возможность поступления на нашу программу. Мы представляем также кафедру международной экономики и менеджмента одной из самых больших, которая как раз и взяла на себя время развития этой программы. Это время приятное во всех отношениях, потому что мы с коллегами любим нашу работу и надеемся, что то, что мы делаем, интересно не только нам, но и интересно тем, кто является нашими потребителями и нашими коллегами. Сегодня с нами, я надеюсь, наши будущие студенты, наши текущие студенты к нам тоже присоединятся для того, чтобы поделиться тем, каково же находиться на переднем крае этой программы, то есть быть непосредственными ее участниками и самыми основными участниками. Сегодня к нам присоединятся наши корпоративные партнеры. Это Ольга Перепечина, представитель компании КПМГ Уральского филиала, она HR-менеджер, как раз тот, кто нанимает и приглашает к себе на работу наших выпускников. У нас будет несколько записанных роликов, потому что не все смогли присоединиться онлайн. Это два очень ярких и физматичных представителя бизнеса, Елена Матчаная и Евгений Черных. Я о них скажу чуть позже, когда буду давать им слово через их ролики. А сейчас позвольте мне познакомить вас коротко с программой. И я как раз хотела бы вам показать ту презентацию, которую мы приготовили для вас. Людмила Станиславовна, еще я бы хотела добавить. Всем добрый день. И если вы хотите задать вопрос, вы можете поднять руку. Эта функция у вас есть вот с правой стороны вашего меню. Либо написать в чате вопрос. И если это вопрос, ну, то есть либо после презентации, либо в процессе у вас возникает, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте их. Самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. Это правда. Спасибо за техническое дополнение. И мы начинаем. Наша программа называется «Международный корпоративный менеджмент». У программы довольно длительная история. Программа образовалась сразу из нескольких программ. Она объединила в себе то лучшее, что было в программах маркетинг, корпоративный менеджмент и международный менеджмент. И сейчас мы уже 4 года существуем одним дружным коллективом. Почему нужно выбрать нашу программу? Почему наша программа оказывается той, которая, может быть, отпугивает студентов? В этом году мы стоим очень дорого. В прямом смысле этого слова, а в переносном мы стоим дорого достаточно давно. Потому что у нас есть несколько неоспоримых преимуществ. Первое заключается в том, что мы очень тесно связаны с бизнес-сообществом. И теснота этих связей заключается в том, что наши коллеги нас поддерживают не только тем, что участвуют в организации вложения несобственных физических ресурсов. Потому что мы приглашаем коллег работать с нами на семинарах. Мы приводим их на наши практики. Наши коллеги по бизнесу приходят к нам задавать ребятам задания в виде проектов. И отслеживают и оценивают сделанные проекты. Но мы имеем контакты и с бизнес-сообществом. В частности, у нас есть возможность. С трем победителям конкурса «Портфолио» после третьего курса оплачиваются три сертификата БАБОК. Это Business Analysis Bury of Knowledge. Это один из самых признанных ведущих сертификатов в области бизнес-аналитики. Навыки бизнес-аналитики сейчас особенно не только при переходе на цифру, но в принципе при переходе в жизнь онлайн. Это вещь, которая ценится с ростом количества данных вокруг каждого ивента, вокруг каждой компании, вокруг каждого события, которое случается в бизнесе и в жизни. Кроме того, у нас есть гранты от корпоративных партнеров на зарубежную летнюю стажировку, опять же, после третьего курса. Наши партнеры поддерживают нас финансово. Мы имеем давние контакты через кафедру маркетинга, которая является одним из реализаторов нашей программы. Трек-маркетинг включен в нашу программу. Мы сотрудничаем с фабрикой, образцовой фабрикой McKinsey. Это очень известный проект McKinsey. Ведущая консалтинговая компания в мире сделала такой проект с Уральским федеральным университетом. И наши коллеги, сертифицированные в Совнет, это Российская представительство международной ассоциации IPMA, International Project Management Association, они обучают наших студентов работе по ленте технологии и управлению проектами, что является важным дополнением к навыкам современного менеджера. Кроме того, наши бизнес-партнеры дают нам базы для практик, на которых студенты могут освоить, отточить те профессиональные компетенции, которые они получают в аудиториях. Потому что менеджер не может сидеть в аудитории, он должен выйти в жизнь. Вот, собственно, на это мы делаем первостепенный упор, на это мы делаем первостепенный акцент в нашем обучении. Кроме того, у нас используются новые технологии в обучении. Я бы подчеркнула, в первую очередь, то, что мы являемся обладателями лицензии на использование бизнес-симулятора SIM. Это по международным стандартам образования управленческого, на сегодняшний день своеобразный мастер-кэп, для тех бизнес-школ, которые входят в топ рэнкингов в бизнес-школ по УЭС или Financial Times. Эти активные методы, такие как CISIM, возможность сделать свой стартап через симулятор, являются важным дополнением, которое позволяет студентам разрабатывать и развивать свои предпринимательские навыки, умение оценить риски в бизнесе. Интернационализация. Как и для многих студентов в институте, для нас открыт обменный семестр за рубежом. 50 с лишним партнеров института, 400 с лишним партнеров университета открывают свои двери, дают места для бесплатного обмена для наших студентов за рубежом в университетах-партнерах. Но у нас есть одно важное дополнение, которое нас включает выгодно от других программ. Мы даем дополнительную языковую подготовку, потому что слово международной должно быть подкреплено реальными международными, международной ориентацией. Дополнительная языковая подготовка у нас сверх плана дается целый семестр, не онлайн, а настоящего, живого обучения языку. Одно из ведущих кафедр, это кафедра Марии Лидовны Гузиковой, которая поддерживает нашу программу, начиная с 2015 года, непрерывно обучает наших студентов по кембриджским стандартам. Кроме того, у нас есть возможность дать гранты на обучение в летней международной школе, полностью англоязычная школа в течение двух недель в июле. Наши студенты лучше имеют право бесплатно участвовать в этой школе, и это тоже дополнительный бонус к тому, что они имеют. Специальные модули включены у нас с этого года в программу. Мы перешли на так называемые собственные образовательные учебные стандарты, СУСы. И эти спецмодули мы выделяем для вас особо. Они созданы совсем недавно для того, чтобы нам двигаться и меняться вместе с тем, как меняется окружающий на бизнес. Модуль, о котором я уже говорила, это модуль, ориентированный на навыки бизнес-анализа. Здесь у нас будут работать приглашенные специалисты с бывшего механико-математического факультета Уральского государственного университета. Ныне это ИНИМ, институт Уральского федерального университета, специалисты, которые обладают знаниями по специальным технологиям, таким как IRIS, BI-инструменты, промышленный интернет вещей. Кроме того, я уже упоминала, что у нас есть возможность получить со стандарта бизнес-анализа по БАБОК и получить серию мастер-классов от нашего корпоративного партнера по бизнес-анализу. Это СКБ-контурс. С этой весны мы начали с ними большую открытую программу как раз в этом направлении. Предпринимательские навыки мы оттачиваем через те семинары, которые проводят наши бизнес-партнеры и сотрудники нашей кафедры, профессиональные специалисты в области управленческой психологии. То же самое делается для навыков soft skills через тренинги и семинары. И отдельный модуль — это стартапы в международной среде. Мы его запускаем с будущего года. Это специальная MVP-сессия по практикированию для стартап-челлендж конкурса проектов, который мы проводим через режимы вокшоп для третьего курса в рамках практики. Наш учебный план очень громоздкий, смотреть на него тяжело, тем более его сложно описывать в рамках одной презентации. Тем не менее, посмотрите, у нас есть сразу несколько видов производственных практик. Учебная практика, предипломная практика. Это все готовит наших студентов для того, чтобы они выходили в жизнь. Базовые курсы и выборные курсы меняются местами. Сначала, конечно, базовое обучение, которое во многом на сегодняшний день обеспечено электронными образовательными ресурсами. И у нас есть даже возможность предлагать нашим студентам выбирать образовательные ресурсы других ведущих университетов, таких как МГУ, Университет Петра Первого и так далее. Траекторией нашей программы. Важной частью жизни является личная свобода. И такую личную свободу в рамках обучения дает выборность траекторий обучения для любого студента. На нашей программе таких траекторий три, что дает, как мне кажется, хороший шанс два года подумать о том, к чему же в большей степени лежит душа. И в конце второго года сделать выбор между тремя разными, но универсальными профессиональными ориентациями. Это международный менеджмент, который ориентирует вас на деятельности операций компании в международной среде, а также управление международной логистикой. Что важно с точки зрения торговых операций в компании, находящейся как в Уральском регионе, так и в Российской Федерации и Заджон. Маркетинг – это специализация, о которой можно говорить много, но она очень четко очерчена и очевидна, в чем ее специализация, вы видите на слайде перечень дисциплин. И корпоративный менеджмент – это третья специализация, под которую мы понимаем финансовый менеджмент. В чем прелесть наших специализаций? Мы учим профессиональным конфиденциям, которые не привязаны к конкретной отрасли. Это создает расширенные возможности для того, чтобы наши студенты могли трудоустраиваться, не будучи привязаны к конкретной индустриальной специализации. Более подробно об отзывах наших выпускников, об обращениях со стороны наших бизнес-партнеров, вы можете посмотреть на сайте нашей программы. Пожалуйста, внимательно следите, там есть объявления о тех событиях, которые у нас происходят. Мы достаточно активная команда, и мы регулярно проводим какие-то мероприятия. В частности, вот сейчас это будут онлайн мероприятия с нашими бизнес-партнерами, с яркими спикерами. Свидите, пожалуйста, там за объявлениями. На этом слайде, на котором представлено, я бы сказала, широкий набор логотипов компании, вы видите траектории карьерные наших выпускников. Это, конечно, отдельное только направление, куда идут примеры того, куда идут наши ребята работать. Вы видите, это подтверждает то, что я только что говорила. Наши студенты имеют универсальные компетенции, позволяющие им выбирать самые разные направления работы. То есть гибкость в трудоустройстве, гибкость при выходе на рынок труда. Я уже упоминала летнюю международную школу Doing Business in Russia. Мы даем три, от трех до пяти грантов выпускникам бакалавриата для того, чтобы они могли участвовать, погружаться в международную среду полностью англоязычную. И грант корпоративных партнеров для трех лучших студентов, для стажировки за рубежом, летом, фокусированная летняя школа на тех компетенциях, о которых говорится в выбранной студентами траектории обучения. Мультикультурная среда дает практику для трудоустройства очень хороших, потому что это не только сет друзей, партнеров будущих, но это еще и возможность понять, где же ты можешь пригодиться в большей степени здесь или за рубежом. Вступительные испытания идут на основании конкурса в результатах ЕГЭ. Более подробно и более правильно, чем слушать меня, лучше посмотреть на сайте Уральского Федерального Университета. Там информация самая важная, самая проверенная и самая актуальная. Наше преимущество это 10 бюджетных мест на нашей программе. Правда, это не так много. Традиционно конкурс на нашу программу самый высокий. Мы набираем от 4 до 5 академических групп ежегодно. Это говорит о популярности нашей программы. 5 групп – это 150 человек. На 10 бюджетных мест конкурс действительно огромный. Стоимость обучения, обратите внимание, в зависимости от того, какие баллы вы набрали, такую скидку на обучение вы можете получить. О скидках сейчас – это то, что принято приказом ректора на сегодняшний день. Более подробно приказы о стоимости, конечно, нужно будет отслеживать на сайте Университета. Здесь вы видите контакты мои, менеджера программы Фонова и Нины Георгиевны. Для того, чтобы вы могли задавать вопросы, пожалуйста, пишите нам на почту. Интересуйтесь сайтом нашей программы. Ну и я уверена, задавайте свои вопросы сейчас в рамках непосредственного общения, для того, чтобы мы могли с вами поговорить вживую прямо сейчас. Я со своей презентацией завершила. Думаю, что сейчас возможны какие-то вопросы со стороны ребят. Пожалуйста. Если вам неудобно, то, пожалуйста, пишите в общий чат. Я просто зачитаю ваш вопрос и смогу ответить. Может быть, Людмила Саниславовна, пока разбирается с меню будущие студенты наши, я запущу ролик? Да, тогда позвольте я представлю, прежде чем Дарья Алексеевна запустит ролик. К нам в видеозаписи присоединяется не просто красивая женщина, но главная ее характеристика – это очень успешная женщина в бизнесе. Она управляющий совладелец сети салонов красоты Матчаны, Елена Матчаная, и она обращается к вам с тем, почему важно учиться. Ее точка зрения на ваше пребывание в университете. Пожалуйста. Друзья, всем привет. На связи с вами Елена Матчаная. Да, я являюсь руководителем сети салонов красоты, и сегодня я хочу с вами поделиться одним сокровенным моментом. Именно сегодня я должна была быть с вами на оффлайн-встрече, встрече открытых дверей этого замечательного вуза. Но, как говорится, что не делается все к лучшему, поэтому онлайн мое обращение именно к вам. Я знаю, что у вас сейчас серьезный выбор, выбор профессии и выбор вашего будущего. На что хочу я обратить внимание уже со стороны как руководителя. Выбирая международный менеджмент, вы всегда будете, всегда при работе. На сегодняшний день это максимально важно. А самое главное, вы сможете выбирать работу там, где вы захотите, на том континенте, на котором вы захотите, и там, где ваше знание, опыт и ваше умение работать будут качественно оцениваться. И я, конечно же, рекомендую делать это сегодня. Поэтому, выбирая именно эту специальность, могу сказать, что вы не прогадаете. Ведь что такое вуз? Вуз – это 4 года вашего знакомства с вашими сверстниками, с лучшими преподавателями вуза, с бизнесменами и практиками, такими же молодыми, как вы, но более успешными. Потому что этот мир, он абсолютно новый. И, конечно же, он поменяется и будет еще круче. Поэтому 4 года, которые будут с вами, не теряйте, господа, не теряйте. Выбирайте правильный вуз, правильное окружение и действуйте. Потому что сейчас мир без границ, и вы сможете это доказать. И уже, будучи абитуриентами вуза и студентами уже вуза, сможете смело воспользоваться этими возможностями. Я с удовольствием хочу пожелать всего самого лучшего. Пусть ваш выбор будет правильный. Дерзайте! Спасибо, Елене. На самом деле, я бы хотела подчеркнуть, что, несмотря на действительно непростое время для предпринимателей сейчас, матчаны собираются открывать свои салоны в Берлине. И как раз Елена, как никто, знает, что такое международный менеджмент и как сейчас в тяжелое время выходить на международный рынок. Вот я не зря взяла эту кружку. Я надеюсь, что эту брендированную кружку КПНГ сейчас видит Ольга Перепечина, которая присоединилась к нашей конференции. Я представляю ее всем участникам. Я очень рада, что она с нами. Сейчас я себя откреплю, и я надеюсь, что мы увидим Ольгу. Закрепляем ее. Вот и она. Ольга Перепечина, менеджер, HR-менеджер уральского отделения КПНГ. Я неправильно, наверное, называю уральское отделение, уральское представительство. КПНГ Урал. Привет, Людмила Станиславовна. Вы мне добавляете грейд повыше, чем у меня есть сейчас. Вы меня все время называете менеджером. Мне очень приятно. Но мне до менеджера еще нужно дорасти. Я пока специалист. Хорошо, HR-специалист. Ольга наш партнер, Ольга наша подруга. Мы подружились как раз не за рамками университета, а в рамках университета, потому что Ольга пришла к нам от компании КПНГ, пришла к нам как сторонний человек, но теперь мы рады ее видеть, как близкое лицо, красивое лицо, которое постоянно с нашими ребятами проводит активности уже от имени КПНГ. Оля, пожалуйста, вам слово. Да, ребята, всем добрый день. Я рада, что сегодня нам удалось собраться в таком новом формате для ВУЗа. Одни из первых мы пробуем вот именно такой формат. Как уже Людмила Станиславовна сказала, я HR-специалист компании КПНГ, и мне хотелось бы посмотреть, вообще есть ли кто-то из подключившихся, кто знает эту компанию. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если такие есть. Так, а минусики поставьте, я хотя бы буду знать, что вы вообще есть и слушаете. Ага, Артем. Так, Мария. Ребята. Так, Ульяна. Ульяна знает? Прекрасно. Очень приятно, что есть и те, кто знают, потому что вы еще только заканчиваете школу и на самом деле еще, наверное, это не так актуально уже узнавать про работодателя, насколько актуально именно про ВУЗ узнавать. Почему мы все идем в ВУЗ, получаем высшее образование? Ну, в первую очередь, это, конечно же, приобретение знаний каких-то. Ну и одновременно с этим очень важно понимать, кем мы хотим стать в будущем, какую хотим в итоге сделать карьеру, какая у нас должна быть работа. Вы сейчас как раз с этим определяетесь. Я могу сказать, что компанией KeepMG мы сейчас с вами чуть-чуть поближе познакомимся. Вы сами попробуйте ответить на вопросы, кто мы такие. Я проведу небольшой квиз для вас. Но в целом могу сказать, что это очень крупная международная компания, известная по всему миру. Мы предоставляем услуги консалтинга и аудита. И поэтому нам очень интересно взаимодействовать с направлением международный и корпоративный менеджмент. Мы с удовольствием берем к себе на работу выпускников, бакалавров и магистров, конечно же. Почему именно этих выпускников? Потому что они обладают очень хорошими, уже такими сформированными логическим мышлением и аналитическим мышлением. Это то, что в первую очередь необходимо нам в нашей работе, в нашей сфере деятельности. А также это база, которую как раз вам дают преподаватели, которая позволяет вам делать успешную карьеру, то есть начинать именно в международной компании, связанной с финансами, цифрами, математикой, аналитикой и так далее. То есть если это ваше, то вы должны знать, что вам обязательно нужно узнавать про компанию KPMG, обязательно учиться на направлении международный и корпоративный менеджмент и уже в будущем становиться нашими коллегами и студентами. Итак, давайте мы с вами поближе познакомимся. У меня небольшой квиз. Немного на самом деле, поэтому я вас прошу всех, активироваться максимально и всех поучаствовать. Что нам предстоит? То есть у меня первый слайд, это вот моя электронная почта о перепечинособакакипмг.ру. Я вам буду в процессе, задам всего пять вопросов про компанию, и вам нужно будет на них ответить. Когда я увижу правильный вариант ответа, я скажу, что он правильный и попрошу того человека, кто ответил правильно, написать мне последние три цифры номера телефона, чтобы я могла понимать, что это именно этот человек. Что полагается такому человеку, который правильно ответит? Как только мы сможем все приходить в офис, как только мы сможем видеться, вы получите от нас небольшой такой приз. То есть это кружка, которую показала Людмила Станиславовна, она наша такая уже известная. И это вот такой вот красивый брендированный ежедневник. Он не датированный, очень удобный, вы сможете пользоваться им, как вам будет, как вам захочется. И, соответственно, это будет встреча, то есть мы сможем с вами пообщаться, сможете задать вопросы, я на них отвечу. Призываю вас к активности. У вас будет возможность пользоваться интернетом. Я не ожидаю, чтобы вы знаете ответы на вопросы, которые будут. То есть вы гуглите и отвечаете. Первый ответивший, соответственно, получает подарок. Итак, Дарья Алексеевна, первый слайд. Первый вопрос. В скольких странах мира находится офис КПМГ? Сразу скажу, что ответов очень много, и даже на наших сайтах КПМГ есть устаревшая информация. Поэтому я засчитаю самый близкий ответ к тому, что есть на самом деле. Давайте немножко подождем. Я надеюсь, вы там. Так, хорошо. Артем вот пишет 147 стран. Очень близко. На самом деле, не знаю, будет ли еще какой-нибудь ответ. Еще немножечко ждем. Ребята, кто-то что-то еще нашел. Так, ну все, тогда мы не будем долго на этом останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста, Дарья Алексеевна. КПМГ на самом деле находится в 154 странах мира. Ну, то есть это достаточно близко к тому, что сказал Артем. Артем, напишите три цифры телефона, как договаривались последние. И затем я от вас буду ждать письмо на e-mail о том, что здравствуйте, вот я Артем, я ответил на вопрос. Вот мой полный номер телефона. Я к вам приду и заберу свой подарок. Я с вами свяжусь, и мы с вами назначим встречу. Вам уходит кружка и ежедневно. Я бы хотела еще прокомментировать этот слайд, сказать, что вот представляете, если в 154 странах мира находится компания, насколько это масштабно. И прежде всего, вам это дает возможность путешествовать. То есть если вы захотите отправиться поработать еще в какой-то офис в другой стране, вы подаете заявку, и пройдя все этапы отбора, вы едете и работаете в другую страну. Вот так вот, это классно. Следующий слайд, пожалуйста, Дарья Алексеевна. Какие три вида услуг оказывает компания КПМГ? То есть я вам немного сказала уже об этом, когда мы только начинали с вами общение, но не полно. Вам надо назвать три вида услуг. Артем, вы даже если уже участвовали, можете продолжать участвовать. Может быть, еще что-то добавится к вашему подарку. У меня на самом деле много всего интересного. Давайте, ребята, кто-нибудь проявляйте активность. Так, аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Ну, все верно, Артем, на самом деле, вы выручаете. Не знаю, что бы мы без вас делали. Я подумаю о том, как вас наградить. Дарья Алексеевна, пожалуйста, следующий слайд. Мы там увидим как раз вот эти... Да, Артем вон улыбается. Мы все улыбаемся. Аудит, консультационные услуги и налогово-юридическое консультирование. То есть у нас в Екатеринбурге все три вида услуг представлены. Это говорит о том, что работа, она очень интересная, разнообразная, и она дает вам еще и возможность перехода из отдела в отдел. Так как все эти области, они достаточно близкие друг к другу. То есть вы сможете, если, например, поработали, вы уйдите, потом подумали, вот нет, хочу в консультационные услуги, туда тоже можете пойти. Они у нас подразделяются на разные ветки, и поэтому вам скучно с нами точно не будет. Пожалуйста, следующий слайд, Дарья Алексеевна. Назовите имена отцов, основателей компании КПМГ. То есть КПМГ — это первые буквы, фамилии четырех отцов-основателей. Вот, соответственно, эти четыре фамилии я и жду от вас. Дорогие участники, где же вы? Почему один Артем отбывается? Может быть, мы дадим чуть побольше времени на этот вопрос? Да, давайте. Потому что тут подольше, может быть, нужно будет искать. Давайте. То есть эти люди, они собрались все вместе в 1987 году и сказали, давайте-ка мы создадим компанию под названием КПМГ в честь наших четырех фамилий. И с тех пор, то есть уже 32 года, существует компания. Это говорит о ее надежности, стабильности, уже о наработанной практике, методологии. Так, ну вот, пожалуйста, Артем выручает. Клинвильд, Питт, Марвик и Герделер. Все верно, Артем. Дарья Алексеевна, пожалуйста, следующий слайд. Я не знаю, что бы было, если бы с нами не было Артема, честно говоря. Все верно. Следующий слайд, пожалуйста. Последний вопрос. Что такое аудит? То есть он уже такой более профессиональный. Тоже попробуйте сформулировать. Ну, почему именно про аудит спрашиваю? Потому что аудит — это все-таки наш основной отдел, основное направление. И уже из аудита, скажем так, рождаются все другие направления. Я бы так сказала. То есть все начинается именно с базы бухучета, ну и налогов. Налоги, конечно, тоже. Артем, ну давайте выручайте. Ну что, ребята почему-то вот не участвуют. Так, аудит — это предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации индивидуальных предпринимателей. Все верно. Дарья Алексеевна, пожалуйста, показывайте следующий слайд. Знаете, раз у нас Артем такой активный, я сейчас покажу, что еще я готова вручить Артему. Сейчас и пундочку. Между прочим, Ольга пошла куда-то в запасники офиса КПМГ. Сегодня она на рабочем месте, в отличие от, наверное, практически всех из нас, выходящих из дома. Ольга доехала до работы специально, чтобы связаться с нами. Оля, а что там? Да. Вот такой вот брендированный рюкзак, но он сейчас в упаковке. На самом деле я сама таким же пользуюсь. Сейчас, секунду. О, он уже такой наполненный, другого цвета, правда. В общем, этот рюкзак, кружка и ежедневник уходят Артему, потому что он наш спаситель. Артем, большое спасибо. Я жду от вас имейл на почту, которую указала. Еще раз Дарья Алексеевна, пожалуйста, покажите последний слайд. Да, вот моя почта. Жду от вас письмо. Всем, кто слушал, я желаю здоровья, берегите близких. Я желаю всем поступить, закончить обязательно это направление, поступить в магистратуру, закончить магистратуру и стать настоящими профессионалами и специалистами. Есть ли у вас ко мне вопросы какие-нибудь? А пока студенты пишут, будущие студенты пишут свои вопросы, я бы хотела добавить, на самом деле, что навыки гугления, хотя термин пока спорным является, крайне важны, особенно в профессии управленческой, в менеджерской и в международном менеджменте, потому что все знать невозможно, но правильно, быстро искать информацию, уметь ее верифицировать, ну, то есть распознать верное на правдивое, это очень важно. Вот, то есть и умение правильно составлять вопросы и запросы, это супернавык, поэтому не надо думать, что надо все на свете знать и быть ходячей в энциклопедии. Иногда достаточно эффективно использовать свой интернет и гаджеты. Все верно, согласна с Дарьей абсолютно. Хорошо, я тогда все-таки предлагаю немножечко пойти дальше, возможно, что вопросы созреют чуть позже. Спасибо, Ольга, огромное за ваше участие и за подарки, которыми вы сегодня, Артема, осыпали. Ваш рюкзак в более девичьем исполнении, он такой фиолетовый. Будем надеяться, что после моей кружки я смогу в каком-нибудь конкурсе у вас тоже выиграть очередные призы. Спасибо большое еще раз. И мы переходим... Спасибо. К следующему пункту нашей презентации. Дарья Алексеевна, у нас, по-моему, там на подходе сейчас ролик Евгения Черных. Я права? Да, он здесь. Евгений Черных, если вы не знаете его имени и фамилии, то вы явно знаете и проекты, которые он продюсировал. Это группа «Богачи», а еще более звонкий и громкий проект. Он креативный продюсер Comedy Club. Человек, который сделал быструю, яркую карьеру. Что он думает сегодня о обучении в Уральском федеральном университете и на нашей программе? Пожалуйста. Всем привет! Меня зовут Евгений Черных. Я музыкальный и креативный продюсер, а также выпускник Уральского федерального университета. Вам в этом году предстоит очень важный выбор. Ну, как важный? Ну, на ближайшие 5-6 лет он точно определяющий. Я, однако, тоже делал такой же выбор. И скажу вам честно, ту специальность, по которой я поучился, наверное, я выбрал неправильно. Ну, потому что я по ней так и ни разу не поработал. Вообще, это большая ошибка. Многих идут в университет только лишь потому, что там этого хотят родители или только лишь потому, что это надо. Нет, друзья. Я вам честно скажу. После того, как я закончил университет, я пошел учиться в магистратуру. И, закончив магистратуру, я опять начал обучение заново. Но что у меня осталось точно? У меня осталось то, что я выпускник Уральского федерального университета. И тех людей, которых я встретил в университете, я с ними по-прежнему создаю большие проекты. И они являются частью моей большой команды. Как сделать этот правильный выбор? Никто не знает, потому что любой выбор, он правильный. И даже вроде бы я говорю, что я ошибся со специальностью. Да нет, если отмотать назад, точно я бы не принял другого решения. Что я могу вам посоветовать? Я могу вам посоветовать то, чтобы вы смотрели по сторонам. Вы понимали, какие процессы сейчас происходят в мире. В мире происходят самые понятные процессы. Границ не стало. Больше границ нет. Сейчас вы можете спокойно, одним звонком, или, например, кому-нибудь залезть в Инстаграм, найти этого человека, и уже пообщаться с тем, кто от вас за десятки тысяч километров где-нибудь в Токио, в Перу, или, может быть, на Аляске. Нет больше границ. Но для того, чтобы уметь общаться с людьми, уметь правильно общаться с этими людьми, недостаточно быть замкнутым только на том, что ты живешь в России, и все, изучаешь только русский язык. И даже его многие не изучают. Нужно знать иностранные языки. Нужно изучать мировую экономику. Нужно понимать вообще все международные процессы, которые происходят. И для того, чтобы вам сделать этот правильный выбор, вы должны понять одно. Соответствует ли ваше желание тем мировым критериям, которые сейчас происходят в мире? Если они соответствуют, то вы идете на правильное направление. Если они не соответствуете, слушайте, ну, посидите дома, полистайте еще раз Инстаграм, посмотрите, хотите ли вы путешествовать, хотите ли вы вообще изучать этот мир. Может быть, вы этого не хотите. Потому что на моем пути встречались люди, которые хотели развивать себя здесь и сейчас. А потом все равно они, после того, как они себя развили здесь и сейчас, они начали делать международные проекты, которые помогают теперь развивать людям свои регионы. Есть у меня очень много друзей, которые развивают свои регионы, в которых они когда-то росли, учились в школах и так далее. Сейчас, благодаря тому, что их компании международные, они делают большое развитие для своего региона. Поэтому, друзья, перед тем, как будете делать важный выбор в своей жизни, обязательно подумайте, туда ли вы идете. Если вы идете туда, то это направление специально для вас. Точка зрения человека, который закончил университет и сейчас может говорить о своей карьере свободно. Хотя, на самом деле, конечно, никогда не останавливаются в своем карьерном росте. Но я бы хотела сейчас, чтобы вы услышали тех ребят, которые погружены в процесс обучения на программе. Дарья Алексеевна, вот у нас курирует тех, кто присоединился к нам. Это четвертый курс, я правильно? Да, верно. Дарья Алексеевна, вы? Я прошу всех включить камеры, да, подключиться. О, Ярослав, Альбина. Альбина. Всем добрый день. Полина. Добрый день, ребята. И там, окей. Женя, сейчас кадр войдет, да? А, да, он идет, он идет. Вот он. Я рада всех вас видеть. Сегодня большое спасибо, что вы пришли. И я надеюсь, что ваше дистанционное обучение, оно, несмотря на что, идет. И, наверное, начнем с Ярослава, расскажет о своих впечатлениях об учебе. Вот просто из первых уст вы можете услышать, вот как наши студенты видят нашу программу спустя три с половиной, даже почти уже четыре года обучения, потому что это студенты буквально через два месяца уже станут бакалаврами. То есть у них диплом. Да, привет. Меня зовут Ярик, я на четвертом курсе. Меня попросили рассказать пару слов про сам процесс обучения, про мой опыт, можно дать пару советов. Вот, я хочу сказать, что международный менеджмент будет интересен тем, кому интересна бизнес-культура с самого начала. Это неинтересно, скорее всего, чтобы подумать, я вручнее другое. Второе. Первое. Это не только проточные предметы сам менеджмент. Первые два года будут точно много в микро-макроэкономике. Это интересно, это инструменты, но самое важное – пользоваться ими. Без знаний, какими пользоваться, это не полезные знания. Этому вас будут учить, это интересно. Поскольку менеджмент международный английский язык обязательно не обсуждается, но важно понимать, что в институте много иностранных студентов, и, скорее всего, в вашей группе будут иностранцы учиться. Например, в моей группе два китайца. Скорее всего, они будут плохо говорить на русском языке, поэтому вам придется общаться на английском, как минимум. И вообще, это очень классная практика, и бесплатная, главное, потому что студентов много, и они иностранные, язык международного общения английский. Также я хочу, я прям всем советую, обязательно, использовать все возможности для обмена. У института много соглашений с другими университетами в Северной Америке, в Европе, в Азии. Скорее всего, вам пойдут навстречу, будет возможно уехать на семестр, или, может быть, ну, как решите, обучаться в другом институте. Еще я хочу сказать, что не бойтесь менять направление. Если вам не понравилось это направление, менеджмент довольно обширное понятие, и, скорее всего, ваши дисциплины смогут перезачесть в другом месте внутри института. Поэтому не стоит себя мучить, меняйтесь, если есть такая потребность. И еще важно, участвуйте во внутренних проектах, в интересных проектах, вам интересных. Например, в Уфу есть стартапы, маленькие команды, которые вот-вот что-то создадут. Я работал в таком, узнал «Скантаход», они делали дрон. Или есть катадзе, возможно, вы даже слышали о нем. Это интересно. Я желаю вам удачи сделать правильный опыт. Спасибо. Спасибо, Ярослав. Следующая студентка, которая расскажет о своем опыте и в том числе в неучебном, возможно, деятельности. Да, Полина. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Полина. и я хочу рассказать о том, как можно совмещать внеучебную деятельность и учебу в университете и в институте. Если в двух словах внеучебная деятельность или внеучебка, ее называют все, это проекты, мероприятия, события, которые организуются от студентов и для студентов. И направлений работы существует очень много. Обычно об этом подробно рассказывают абитуриентам, первокурсникам при поступлении. И лично я с первого курса участвовала в разных проектах, которые создавались на уровне института ИНЕО и на уровне университета. И самым важным лично для меня проектом стал Катадзе. Если в двух словах, просто чтобы вы понимали, это мероприятие, которое было создано шесть лет назад группой активных студентов. И теперь это уже стало традицией. И это мероприятие, оно ежегодно проводится в горах Северного Кавказа. Студенты едут туда, чтобы заниматься спортом, участвовать в различных семинарах, тренингах и, конечно же, кататься, наслаждаться природой. И это как бы такая своеобразная зимняя студенческая волна. И суть в том, что я участвовала в этом мероприятии три раза. И два из них я участвовала как организатор. И почему я считаю это важно внеучебная деятельность, это важно. Это не только помогает получить личный опыт, профессиональный опыт. Лично мне это еще получило, помогло получить работу в университете. Но также, что, наверное, будет наиболее актуально сейчас для вас, для будущих абитуриентов, мне это помогло собрать портфолио за все время волонтерской деятельности. И в дальнейшем это позволило перевестись на бюджетную форму обучения. Поэтому не бойтесь совмещать учебу и какую-то другую деятельность, совмещать интересное с полезным. Университет в этом вам поможет. Вот. Да, я, наверное, продолжу. Меня зовут Женя, и я тоже на кафедре. И направление, которое предоставляемо кафедрой, много где применимо. Я считаю, что это плюс большой, потому что вы сможете впоследствии работать в разных сферах, на разных должностях. Допустим, либо продавать поезда или управлять рестораном. То есть достаточно большой рейндж. После первого курса, например, я устроился на практику в уральских клубах локомотивы в отделе маркетинга. Потом пробовался на собеседовании в Unilever, который завод Калина в Екатеринбурге. Потом практиковался в стартапе Future Lab совместно с Урфу, про который Ярик рассказывал, про создание дронов. Но это все мне было достаточно неинтересно. Я нашел свой интерес в области общепита. Мне нравится работать с людьми, с кофе, поэтому я работаю в сети кофеен. И я работаю с поставщиками, и участвую в переводе документов, и в маркетинге. Мне реально помогают те знания и soft skills, которые я получил в университете. Поэтому я посоветую вам пораньше начать приходить в практики, работать, найти, что вам будет интересно, и знания, которые вы получите на кафедре в университете, в любом случае, вам помогут в вашей работе. Также на кафедре преподаватели очень хорошо относятся к программам обмена, в том числе и по учебе, и из-за взгляда ворок к работе. Там есть, я могу сказать, что у них преподаватели никогда не испытывали, все давало зрение, и не получали ни стипендии, ни практику удалось сделать очень успешно. Все обязательно шли на встречу. Как-то так. Это я вот говорю про возможности, как вы сможете себя потом реализовать. А, наверное, продолжит сейчас Альбина расскажет про свою опыт. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Альбина, и я хотела бы рассказать о том, как мне удалось учиться и при этом совмещать трудовую деятельность. Я работаю с первого курса, и сначала для меня было сложно найти такую работу, чтобы можно было совмещать ее с учебой. Но вскоре мне удалось устроиться на работу в бухгалтерию в одной строительной компании. И хотя работа была несложная, но благодаря навыкам, полученным там, я смогла познакомиться с тем, как устроен вообще строительный бизнес в Екатеринбурге, какие есть компании на рынке. и также я познакомилась с документооборотом. И когда в университете мы что-то изучали, какую-то тему, я уже представляла, о чем идет речь, могла, в принципе, представить все бизнес-процессы. Вот. И самый главный навык, на мой взгляд, который мы получаем в университете, как уже сказала Дарья Алексеевна, это умение искать информацию, анализировать ее. И эти качества, они очень важны на работе. Сейчас вот я работаю в одной из крупнейших строительных компаний в России, и все навыки, которые я получила в университете, мне очень помогают там. И если вы сможете себя зарекомендовать на рабочем месте, вас будут звать дальше, предлагать лучшие должности, поэтому все в ваших руках, и я желаю вам удачи. Спасибо большое. У нас поступило несколько вопросов. Я думаю, что Резон Саниславовна сейчас на них начнет отвечать, и возможно, что вы, как ближайшие уже выпускники, тоже как-то свою лепту, возможно, внесете. Например, вопрос Артема, то есть по существу, в чем же разница между международными международным менеджментом и международной и мировой экономикой? Я тогда начну, наверное, отвечать. Ребята мне помогут, вы пока не отключайтесь. Действительно, у нас есть разное направление в университете и в институте. Это действительно направление менеджмент и экономика, бизнес-информатика, сейчас вот даже появляется инференция. В чем разница между экономистами и менеджерами? Я бы сказала так, экономист может оказаться за закрытыми дверями. Менеджер этого сделать не может. Если вы боитесь контактов с людьми, вам не следует обучаться менеджменту. Вы можете это сделать, но мне кажется, это не очень правильный выбор, потому что менеджер это всегда лидер команды. и те навыки, которые мы даем, это навыки в первую очередь работы в коллективе. Без этого никак нельзя. Экономист в первую очередь аналитик. И это не плохо и не хорошо, это просто по-другому. Есть одни виды работ, вот почему я, например, занимаюсь менеджментом и не занимаюсь бухгалтерским учетом? Потому что это не мое. Мое другое. Я создано для другого. Соответственно, вы тоже должны внутри себя почувствовать, для чего вам идти на международный менеджмент. Это, конечно, в первую очередь готовность работать с командами людей. Причем, опять же, не обязательно в какой-то конкретной области, хотя мы вас готовим к международному менеджменту. Далее, не надо думать, вот Ярослав как раз об этом и говорил, что вы не будете изучать бизнес-аналитику. Я об этом говорила, ее будет довольно много. Более того, не уметь посчитать деньги для менеджера позорно. И вы должны уметь считать деньги через математические функции, статистические функции, бухгалтерские проводки. Это все должно быть. У вас должны быть сильные аналитические навыки. Но плюс. Тот, о котором я говорила, и сейчас, может быть, ребята меня дополняют. Ребята, Альбина? Ну, на мой взгляд, менеджмент — это, да, больше прикладная специальность. У нас очень много практики. Мы работаем и изучаем именно какие-то конкретные ситуации. И мне это очень сильно нравится. То есть я знаю, что у экономистов нет такой возможности столько практики получать. именно производства. У нас объем практики действительно существенно больше. У них теоретическое обучение больше, у нас больше практики. Если вы сравните наши два учебных плана, это сделать очень просто. Вы заходите на сайт программ, и там вывешены утвержденные университетом учебные планы с точки зрения списка дисциплин, вы можете их между собой сравнивать. Но если в целом увидеть разницу, то, конечно, мы в этом смысле ориентированы скорее на прикладную часть. Действительно, мы должны быть ближе к жизни, мы должны уметь стоять на четырех лапах кошка, мы должны уметь видеть выгоду в том или ином проекте. Это очень важно для менеджера, потому что он ведет за собой людей. Он отвечает не только за себя, но за целый коллектив. Кто-то еще может быть хочет дополнить? Я хочу дополнить. Вот кто-то человек, отвечающий за целый коллектив. В общем, да, зовут меня Дарья Алексеевна Зубакина, я преподаватель кафедры международной экономики и менеджмента, и я преподаю мои курсы, это стратегический менеджмент, международный менеджмент, международная стратегия бизнеса, и при этом я тоже являюсь управляющим директором, то есть у меня есть своя компания. в чем для меня, потому что у меня есть базовое экономическое образование, я, как говорят, мой экономический. Магистратура у меня экономика фирмы, и получается так, что я знаю с точки зрения разницы между экономикой и менеджментом, в общем-то, прям понимаю ее с точки зрения даже образовательного процесса. вот я считаю, что в итоге самый главный продукт, который получает экономист, это умение анализировать и готовить информацию для принятия управленческого решения. А менеджер это тот человек, который берет ответственность за принятие управленческого решения и потом его реализует, поэтому и у нас мы должны во-первых понять, насколько аналитики адекватно все учли, возможно, что составить техническое задание, какие-то нюансы, да, иногда, если вы сильны аналитики, это хорошо, но если вы, например, что-то там технически не до конца понимаете, возможно, этого будет достаточно просто широких знаний в области экономики. То есть это может нивелироваться просто вашими хорошими коммуникациями. и после этого вы должны принять решения, то есть менеджер принимает решения и их реализует. Вот в этом разница. Если вы любите работать компьютер-цифры, то это экономика, если вы любите работать цифры и люди, то это менеджер. Ребята, есть ли у вас еще дополнения? Ну, я думаю, что мы, мне кажется, более-менее постарались ответить. Артем, если что-то еще не ясно, то, пожалуйста, напишите вашу активность, мы уже оценили в рамках квиза с Ольгой, там вы были более чем активны. Спасибо, я рада, что вы поняли. Ульяны был вопрос, я сейчас его зачитаю, добрый день, есть ли льгота для при поступлении победителя Олимпиады первого уровня по английскому языку? Ульяна, хочется даже посмотреть вам в лицо, потому что, во-первых, в Средовской области не так много школьников сдают ЕГЭ по иностранному языку, хотя английский самый распространенный, и не так много тех, кто побеждает на Олимпиаде на ФСЕРОСе. Я думаю, что речь идет об этом. На самом деле вы должны уточнить этот вопрос скорее не у меня, потому что у вас Олимпиада по тому ЕГЭ, который не является для нас профильным. Наши профильные ЕГЭ это русский язык, математика и общество знания. Что дает победа на Олимпиаде первого уровня, но по другому предмету, я предлагаю это посмотреть на сайте, это может быть связано на сайте УФУ для абитуриентов. Там есть безусловные баллы, которые дает ваша победа, но правильнее даже обратиться в БУК-100, позвонить по горячей линии для того, чтобы вам объявили, сколько на сегодняшний день получает абитуриент с вашим блестящим результатом, если он поступает с другим набором ЕГЭ. каждый год условия несколько могут меняться, поэтому у меня к вам большая прозвь, либо обратитесь туда, либо если вам это удобно, давайте сейчас напишем в чат, я уточню завтра этот вопрос, и если вы мне оставите свой электронный адрес, я вам дам точный ответ, уже проконсультировавшись с коллегами и центральной приемной компанией. Если такой вариант вас устраивает, то безусловно, я готова, пожалуйста, тогда просто пишите свой адрес, я вам отвечу. Ребята, есть ли еще какие-то вопросы? Ну, вот пока я не вижу ничего ни в чате, ни поднятых рук. Тогда спасибо, Ульяна, я вижу ваш адрес, я напишу вам в ответ то, что выясню с центральной приемной, дам все контакты и телефоны. Появился вопрос из Солны Познайславовны. Что нужно для комфортной учебной аппетики? На самом деле сейчас этих требований больше, потому что ребята, которые учатся сейчас, поступали в условиях, когда у них было два года английского в обязательном порядке. Сейчас университет считает, что должны школьники приходить с хорошим английским языком, поэтому у школьников теперь во всех бакалаврских программах, кроме специализированных лингвистических, только один год языка, но мы для себя еще делаем один семестр дополнительного очного языка, не онлайн. Сказать, что нужен сразу C1, я, конечно, не могу. Безусловно, это не так. Если вы придете с A1, мы будем надеяться, что наши преподаватели вас дотянут до хотя бы B1. Конечно, к нам приходят разные студенты, но если у вас B1, это уже очень неплохо для того, чтобы стартовать. Всегда в начале учебного года наши преподаватели языка тестируют, это всегда начинается так, тестируют всех студентов-первокурсников и они разделяются по группам в зависимости от уровня языка. Никогда никого не смешивают в одну группу, это известная практика, сейчас это делается даже автоматизированное тестирование, поэтому вы попадете на два варианта уровня. Одни попадают соответственно и доходят до, например, B2 и на уровне B2 находятся другие, остаются может быть на более низком уровне. Еще раз говорю, что возможность получить и что называется Polish и English это всегда в университете есть, тем более если этим даже вы не воспользуются, то есть не смогли полностью взять то, что вам предлагается как то обязательный английский год, наш программный семестр английского, в университете есть прекрасный Кембриджский центр, в который вы можете записаться и попытаться там получить сертификат Кембриджского центра, народный сертификат, это тоже варианты. Вообще университет это всегда поле возможностей, это никогда не узкая тропа, это всегда очень широкая дорога, я скажу больше, университет студенту дает столько возможностей, сколько потом никогда в жизни ни одна компания вам не даст, ни одна жизненная ситуация, в которую вы попадете, не даст вам столько возможностей, сколько дает университет. Я хочу, чтобы вы ими воспользовались, независимо от того, куда вы поступите, конечно, было бы здорово, если бы интересующиеся клиенты приходили к нам. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Алексеевна, может быть, вам кто-то написал? Пока нет, мне написали вопросы. Но я могу добавить про иностранный язык. На самом деле, с сегодняшним уровнем переводчиков с английского языка и с других языков, между прочим, потому что не всегда вам только английские сайты, например, будут полезны для учебы. Можно очень хорошо, во-первых, и подтянуть язык, и в целом часть своих потребностей академических закрыть, ну, именно с точки зрения того, что там чтение, например, кейсов на английском языке, там, и так далее. То есть, Артем, мне кажется, что с вашим уровнем умением гуглить вы вполне справитесь, даже с очень простым языком. Но это, но единственное, что если у вас хороший язык, то очень сильно это разнообразит вашу жизнь, коммуникации, возможность участвовать в летней школе, просто жизнь будет интересней, если хотя бы разговорные приличные. Это прямо будет здорово. Ну, и не нужно забывать о том, что это позволяет действительно погрузиться в интернациональную среду, и, правда, не ограничивать себя только возможностями обучения в УФУ, а иметь самые широкие карьерные возможности и возможности в обучении. Если у нас нет больше вопросов, потому что мы, в общем-то, дали время для того, чтобы издать, не стесняйтесь, пишите нам, пишите мне, пишите Нине Георгиевне, пожалуйста, оставляйте свои комментарии на странице программы, мы будем рады вам ответить. Ребята, наши студенты, большое спасибо за то, что вы подключились к нам, наши коллеги, которые подключались к нам из других компаний, тоже большое спасибо, дарим наших друзей, наша команда программы расширяется. Я так, вот еще такой вопрос, в каком корпусе проходит учеба. Про корпуса. Корпусы действительно университета много, главный корпус мира 19, он в основном используется для обучения на нашей программе, концентрировано, мы иногда бываем на корпусе Гоголя 25, это не так давно открывшийся специализированный корпус только для нас, он не очень большой по сравнению с главным корпусом, там бывает один учебный день, в зависимости от расписания, вам не придется бегать между корпусами с первой на вторую пару и обратно, если у вас ставится расписание на Гоголя, то это один день полный, все остальные дни проходят на мир 11. Есть ли еще вопросы? Я предлагаю отпустить наших. Пожалуйста, еще раз говорю, мои контакты есть в презентации, мои контакты есть на сайте нашей программы, пожалуйста, пишите, контакты Нины Георгиевны Фоновой также есть на сайте программы, вы можете написать ей, вы можете звонить, наши телефоны там тоже есть, пожалуйста, мы открыты для связи. Еще раз, коллеги, всем большое спасибо, я желаю вам хорошего вечера, потому что у нас уже 11 минут 6-го, и до новых встреч, до свидания. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.